ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уважаемые соотечественники, в последние месяцы от имени Западной Армении были опубликованы статьи, утверждающие, что они определяют политическую линию Западной Армении. Правительство и парламент Западной Армении решительно осуждают эти статьи, которые нарушают политику защиты прав армян в Западной Армении и Западной Армении в частности. В качестве примера мы представляем вам это письмо, которое якобы адресовано ЮНЕСКО от имени нашего государства. Открытое письмо директору ЮНЕСКО Одри Азуле. Азербайджанская республика. Это государство, правительство которого разрушило и продолжает разрушать многие старые и крупные памятники и церкви, которые считаются культурным наследием армянского народа. Ярким примером этого является разрушение 89 средневековых армянских церквей, 5400 хачкаров и 22700 надгробий на территориях Азербайджана, Арцаха и Нахачевани, в том числе 400 хачкаров села Агулис и древние средневековые хачкары в Джуге в 2005 году. Западная Армения не признала ни в одном из этих документов существование армянского наследия на территории Азербайджана, по той простой причине, что Западная Армения не признает границы Азербайджана. Мы призываем армян всего мира осудить эту политику клеветы на права армян в Западной Армении и их государстве. Западная Армения не признает границы Азербайджана, пока севский договор не будет реализован Азербайджаном. Эти люди являются агентами, работающими на благо турецкой политики. Национальный совет Западной Армении. Вчера вечером проливные дожди и град нанесли тяжелый урон район Улту в Карине, Западной Армении. Проливные дожди затруднили движение автомобилей, а ливни обрушили один из мостов. Потоп, спускающийся с вершины горы, наполнил улицы камнями и кустами, которые были вырваны с корнем. Село Аллат-Орла особенно пострадало от наводнений, где масштабы бедствия были определены только утром. В районах, где было отключено электричество, ущерб от наводнения также был оценен лишь утром. 31 августа халкиалакцы отмечают День города. Праздник будет состоять из двух частей, праздничное мероприятие и банкет. День о Халкиалаке в этом году состоится в третий раз. Новому городу исполнится 955 лет. Первоначальная дата проведения праздника в тендере отмечается как 24 августа. Однако дата перенесена согласно оговоренному в тендере пункту. По данным Министерства обороны Турции, поставка второй партии российских зенитно-ракетных комплексов С-400, закупленных Турцией, уже началась. Об этом сообщает Армен Пресс, ссылаясь на турецкое информагентство Анадулу. Согласно официальной информации, первый самолет С-400 приземлился на авиабазе Мухтад в Анкаре. Иран 6 сентября начнет третий этап приостановления обязательств в рамках ядерного соглашения 2015 года. Об этом заявил глава МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф, передает это с ним. Третий этап замораживания ядерных обязательств начнется 6 сентября, отметил Зариф в интервью газете «Зейтунг». Первый этап приостановления обязательств был запущен 8 мая, а 2 и 7 июля. Тегеран отступил от своих ядерных обязательств в соответствии со статьями 26 и 36 указанного соглашения. Зариф добавил, что Иран пересмотрит свое предстоящее решение, если достигнет соглашения с Европой и европейская сторона начнет его реализацию. В Израиле готовится специальный пакет мер, чтобы помешать Турции действовать в Восточном Иерусалиме. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. В сообщении в твиттере на иврите и арабском языке Кац отметил «Я поручил МИДу разработать ряд мер по пересечению провокационной и подстрекательной деятельности Турции в Восточном Иерусалиме». Кац не уточнил характер ожидаемых событий, но подчеркнул, что дополнительная информация будет опубликована позже. Два человека были арестованы в Адане. Во время рейда они пытались продать античную статую. Статуя, представляющая историческую ценность, символизирует лицо женщины, украшенное виноградными кустами высотой в 141 см. Конфискованный артефакт был передан в музей Аданы. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль «Карин», «Шатах» и «Рагмак». КОНЕЦ «Карин» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала «Западный Армении». Оставайтесь с миром!